РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СВЕТЛЫЙ ВЕЧЕР НА РАДИО ВЕРА Добрый вечер, отец Павел. Завтра 9 сентября, и мы в преддверии этого дня, а это День памяти преподобного Пимена Великого, автора изречения, которое принято говорить как пример истинного покаяния. «Я буду брошен на то место, куда будет брошен сатана». Конец цитаты. Отец Павел, не могли бы вы для наших слушателей немного рассказать о фигуре и значении преподобного Пимена Великого? Да, спасибо. Хороший вопрос. Действительно, преподобный Пимен – это был один из ярчайших подвижников монашеской аскезы Египта. И, говоря об этом Великом угоднике Божьем, сразу вспоминается пример, который, возможно, может резануть слух наших благочестивых слушателей, когда преподобный Пимен узнал, что некий монах сожительствует, блудно сожительствует с некой женщиной, и у них от этого сожительства родился ребенок, он отправил своего послушника к ним, чтобы он отнес им кувшин вина. Не для того, чтобы их обличить, а для того, чтобы они отпразднули рождение ребенка. Мне кажется, такие вот поступки, они очень… Очень нестандартные подходы. Очень нестандартные, да. То есть они не совсем вписываются в такую парадигму отшельника, человека, который отказался от всех мирских благ, который ведет жесточайшую, суровый образ жизни, который ограничивает себя во всем, предельное внимание к своему внутреннему миру, к вот этому тонкому ощущению живого присутствия Бога в той жизни. И тут вдруг ты понимаешь, что это покровительство греху? Это покрытие греха? Это отсутствие какого бы то ни было обличения, наставления? Где праведный гнев? Или, или, скорее всего, как мне видится, даже если такие вот истории, которые приписывают преподобному Пимену Великому, они действительно приписываемы, а не настоящие истории, что тоже, в общем-то, бывало. Но все это говорит об одном, что личность этого святого была настолько нетривиальной, что, с одной стороны, для его современников было очевидным, вот эта верность Евангелию не по форме, не по букве, а по духу, вот, с другой стороны, вот через эти все случаи просвечивает его глубинное смирение, которым была пропитана вся его жизнь, как это повествует и из жития, и из тех изречений, тех афоризмов, которые остались от преподобного Пимена, и которые, в общем-то, составляют практически четверть всех апофтегм, то есть всех записанных из речений пустынников, отцов пустынников, и это очень большая часть. То есть это говорит о том, что человек не просто был вот таким вот, знаете, замкнутым внутри себя в своем делании, но он и имел очень высокий уровень интеллектуальной рефлексии, осмысления того, что, собственно говоря, происходит. И те советы, те ответы, которые он давал, они стали действительно руководством для множества тех людей, которые уже впоследствии жили уже не будучи знакомы с самим преподобным Пименом. А какие афоризмы вы могли бы пример привести? Потому что когда говорят слово афоризм, сразу так, ну да, сейчас будет что-нибудь крылатое, очень такое симпатичное, легко ложащееся на память. Ну, какие там, например, вот говоришь для Бога молодец, молчишь тоже молодец. Опять молодец, молчишь для Бога опять молодец у него там, да-да-да. Вот тут что это? Да парадокс, конечно. Ну вот тут смысл-то в чем? В том, что что не делается ради Бога, оно все будет правильно, если действительно делается ради Бога. Да, по любви. По любви, да. Злоба никогда не уничтожит, другой злоба. Какие вот еще так на память включаются? Ну вот, например, тоже такой очень яркий афоризм, что вера заключается в том, чтобы поменьше думать о себе и быть добрее к окружающим. Прекрасная формула. Вот прям, да. Если сегодня встретишь какого-то обычного, скажем, ну условно назовем стандартного благочестивого человека и задашь ему вопрос, в чем заключается сущность твоей веры. Ну, он, конечно, скажет, что ходить в храм, читать ежедневно внутренние, вечерние молитвы, исповедоваться, причащаться, соблюдать посты. Вот. И тут слушаешь, что говорит преподобный Пимен Великий, понимаешь, что это, конечно, все хорошо, это все правильно, но это не более чем инструментарий. Инструментарий для того, чтобы достичь того, о чем преподобный Пимен говорит, как именно о содержании. Меньше думать о себе и быть добрее к тем, кто вокруг тебя. Причем, да, ко всем без исключения, не исключая, скажем так, тех людей, которые недобры. И, собственно, еще один случай, тоже, опять-таки, связан с такими вот блудными грехами, когда преподобный Пимен узнал, что один монах и одна монахиня, они впали в грех. То есть, а вот тогда, в четвертом веке, это все уже тоже... Послушайте, ну что значит в четвертом веке? Это всегда было, есть, есть, это... Там, где есть человек, там, где есть человек, это всегда имеет место быть. И что уж тут говорить, что вот сейчас, на самое такое распущенное время, а было некогда, когда все были совершенно другими. Да, да, Мадам Акрея, Сахар Слащенко. Грехи и исключения, они всегда были и остаются. Вот. И вот, смотрите, тоже интересная реакция. Вот он узнал об этом, что он мог бы, в принципе, сделать? Ну, подвергнуть им, как старец, с каким-то великим прещением наказал. Он ни слова не сказал, вот, но встал на молитву. И утром они оба к нему прибежали, все в слезах, в покаянии, с просьбой наложить на них эпитемью и так далее. И вот здесь тоже открывается удивительная вещь, что, с одной стороны, понятным является процесс формирования определенных канонов, которые за конкретное прегрешение предполагают совершенно конкретное наказание в виде отлучения от участия в Божественной Евхаристии на определенные сроки. Ну, это могут быть какие-то духовные упражнения, там, поклоны, пост, выходящие за пределы обычного времени воздержания для других христиан. И вот тут у преподобного Пимена Великого совершенно, я бы сказал, даже такой, знаете, революционный подход. Он пишет, что любой грех может быть очищен настоящим покаянием за три дня. Как это? А вот так вот. Вот если происходит глубинное переосмысление, и я бы даже сказал, используя нашу современную такую терминологию, если вот в процессе покаяния происходит низкоуровневое переформатирование сознания человека... Это что называется метанойя, да, переменного? Вот это и есть метанойя, конечно. То есть, собственно говоря, настоящее покаяние – это и есть глубинная переустановка базовых ценностей. Если это происходит у человека, то, собственно говоря, цель покаяния достигнута. Человек стал другим. И вот очень жалко наблюдать, как в нашей обычной духовной жизни происходит подмена покаяния, настоящее покаяние исповедью. Вот это искусственное сращивание двух совершенно нетождественных вещей, которые у нас... Это очень важно. ...произошло в настоящее... Ну, оно давно произошло, на самом деле, в нашей практике, в нашей практике духовной жизни, оно очень опасно. Почему? Потому что вот когда человек приходит на исповедь, его исповедь обычно представляет собой такое смешение трёх совершенно разных вещей. Первое – это покаяние, как принесение Богу слёз и обещание того, что больше ты никогда, ни при каких условиях, ни при каких обстоятельствах не повторишь тот грех, с которым пришёл. Второе – это исповедь, как откровение помыслов, открытие твоего внутреннего мира, что тебя сейчас волнует, чем ты живёшь, какие у тебя там происходят процессы, ты это открываешь свою душу духовнику, оно может переходить в покаяние, а может и не переходить. Человек приходит на исповедь и говорит, батюш, ну вот, знаете, вот нормальная неделя прошла, вот я не знаю, в чём мне кается, подскажите, пожалуйста, назовите мне грехи, в которых надо раскаиваться. В такой ситуации, говорю, благодарение Богу, что нет такого серьёзного греха, с которым человек приходит, вот как обязательно необходимое условие, что он должен поисповедоваться. Нет. А третье компонентное? А третье – это просто духовная беседа с священником, в которой может быть обсуждаемо что угодно, и имеющее прямое отношение к вопросам духовной жизни, и просто вопросы какого-то нравственного поведения человека, и такие даже житейские проблемы. Всё это же в реальной жизни, всё очень так плотно сплетается одно с другим. Так вот, мне кажется, очень важно всем, и прихожанам, и духовникам, как-то вот эту разницу чувствовать и понимать, что если человек пришёл с желанием именно покаяться, то это не может происходить с завидной регулярностью. Это тем более не может происходить по расписанию. Самое главное таинство нашей церкви, Божественной Евхаристии, она совершается по расписанию. Во всех приходских храмах каждый воскресный, праздничный день монастырский, каждый день и так далее. Естественно, оно совершается не для Бога, оно совершается для причастников, для людей. У нас условием допуска к причастию является исповедь. Это прекрасно. Я ничего никогда не имел против такой практики. Почему? Потому что это нормальный, правильный фильтр, это правильное пространство нашей реальной коммуникации, общения со священником, нормально. Но требовать от прихожанина, чтобы перед причастием он обязательно прошёл вот это глубинное такое переформатирование, ну, конечно, нельзя. Это очень личностный, очень интимный процесс вызревания в человеке правильного образа жизни. И если он ещё не вызрел, то его нельзя форсировать ни в коем случае. Точно так же, как гнойник начинается на теле у человека, он понимает, что у него болит. С маленькой точкой причём. Да, он понимает, что что-то там не в порядке, что-то там болит. И вы прекрасно знаете, что произойдёт с гнойником, если на раннем этапе его начинать пытаться туда выдавить. Это будет такой нарыв. Он превратится в такой нарыв. В фурунку. В фурунку. Он превратится в... Он обретёт те формы, которые можно было бы избежать, оставив его в покое и дав возможность ему спокойно вот вызреть для того, чтобы потом... И прорваться. И прорваться, чтобы он вышел. Вот, собственно говоря, покаяние в прямом смысле слова, это когда гнойник уже сформирован. Что значит, что он сформирован? Произошло отторжение греха от человеческого сердца. Сердце человека, оно уже отторгает, оно уже не тождественно тому греху, которым раньше наслаждалось, которым раньше было пропитано. А если этого не произошло, ну, жми ты его оттуда, выжимай, и что? Он скажет, да, у меня вот есть этот грех, да, у меня есть эта страсть. А что мне делать, если я вот сейчас скажу про это, скажу, что я в этом каюсь, при этом прекрасно знаю, что завтра я буду совершать этот грех снова. А что же тогда делать? Не говорите об этом, при том, что на исповеди, понимаете? Вот, смотрите, как хорошо. Очень прекрасный вопрос. Об этом надо говорить, надо понимать, что это ещё не покаяние. Что к покаянию надо ещё прийти. И в этом смысле исповедь, она может подготовить человека к покаянию. Почему мы, опять-таки, особое внимание уделяем периоду Великого Поста? Потому что именно Великим Постом основная цель всех тех мероприятий, всех тех внешних обстоятельств, которые человека зажимают со всех сторон, создать максимально удобные условия для того, чтобы человек поднялся на очередную ступеньку в понимании себя самого, и это и будет его покаянием. Чтобы отказаться от тех дурных привычек, которые вот они, ну, по-другому, в другое время не получалось. То есть мы должны понимать, что с одной стороны покаяние – это конкретный поступок, с другой стороны покаяние – это определённый процесс, длительность которого у христианина простирается на всю его жизнь. Ну, а как же тогда Пимен Великий говорил о трёх днях, которых достаточно для покаяния? Да. Вот очевидно, что речь идёт именно о тех грехах, которые, хоть мне и не нравится эта терминология, смертные, несмертные грехи, любой грех, он, по сути дела, отрывает нас от Бога. Но всё-таки есть разница, например, между грехом супружеской измены, прелюбодеяния, да, и грехом рассеянности помыслов во время молитвы. Есть, да, разница? Ну, вообще-то есть, вы знаете. Да, есть и причём существенная разница. Встречает сдержанный оптимизм. Светлый вечер. На радио «Вера». Протерей Павел Великанов, богослов, доцент Московской Духовной Академии, главный редактор научно-богословского портала «Богослов.ру». Сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». И мы в преддверии Дня памяти преподобному Пимена Великого говорим сегодня о покаянии. Отец Павел нам фактически на пальцах объясняет, что это такое и как себя к этому готовить. За что вам, отец Павел, большое спасибо. Ну, продолжайте. Ну, вот, смотрите. Естественно, Вы знаете, мне тогда был очень смешной случай. Хоть это было на исповеди, но ничего страшного рассказать там можно. Приходит человек и начинает так по бумажке зачитывать такие стандартные, выписанные из молитвослова грехи. Слушаю, 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 а потом задаю вопрос. Ну, хорошо. А что вас вот на самом деле волнует? Слышу, замечательный ответ. Ой, батюшка, вы знаете, да мне так стыдно, что даже сказать не могу. То есть, понимаете, это и есть тот самый грех, с которым человек, в общем-то, должен бежать на исповедь. А он вот закрывает, он как бы маскирует свою реальную проблему вот под этим ворохом всяких грехов, с которыми, ну, он понимает, что он ничего делать и не будет, и не собирается, и, в общем-то, они ему не особо-то мешают. Но зато есть, так скажем, справочка для батюшки, чтобы он пустил до причастия. То есть, формальное такое отношение очень получается, да, не глубина? И вот смотрите, те грехи, о которых преподобный Пимен говорил, о том, что даже они могут быть уврачеваны, они могут быть исцелены и приняты Богом, как завершение выздоровшего покаяния, конечно, это те грехи, которые отлучают человека от общения с Богом в святых тайнах. Ведь сам факт церковного отлучения человека от участия в Евхаристии, это не просто какое-то наказание, это просто свидетельство церкви о том, что душа человека находится в таком бедственном положении, разбитом положении, что в нее, сколько ни вливай благодать святого духа, она его удержать не сможет. Более того, ему будет плохо, он будет ощущать глубинное, знаете, такое внутреннее противоречие между тем, чем он живет и тем, что к нему приходит. А поскольку Бог никого не насилует, то он не будет наказывать его. Но само состояние это будет таким неким предвкушением вот того самого гиенского мучения, когда источником страдания, как преподобный Исаак Сирин пишет, становится божественная любовь. То есть та же самая любовь, которая утешает праведников в Царстве Небесном, в раю, та же самая любовь для грешников является источником мучения, источником их страдания. И вот чтобы этого не происходило, чтобы эту ситуацию не обострять, церковь говорит, так, ты совершил такой грех, ну вот тебе 15 лет отлучения от общения с Христом. Вот тогда человек развернулся и ушел вообще. Понимаете, в чем дело? Вот это очень такая тема непростая. Почему? Потому что все-таки корпус канонического права в основном он формировался уже в христианской цивилизации. И люди понимали, что такое быть лишенным святого причащения. И в этом смысле такие жесткие меры, они имели очень хороший педагогический эффект. Человек понимал, что, извините меня, если меня там на 15 лет отлучат от причасти, я просто становлюсь для своего общества изгоем. Изгоем, конечно. Я просто становлюсь прокаженным. Вот именно прокаженным в том плане, как это происходило, мы помним, в Ветхом Завете, когда человека просто изгоняли, извергали, он становится маргинальным человеком. А вот в современной церкви случаются такие сроки отлучения от Евхаристии? Вы знаете, сейчас находятся в разработке очень важные документы с межсоборным присутствием, которые касаются именно практики применения церковных канонов к нашей современной ситуации. Очевидно, что человек, который только переступает порог храма, который только начинает туда заглядывать, который никогда в жизни своей не причащался, он приходит в храм и кается перед священником в меру своих сил, вот настолько, насколько совесть его позволяет, в грехах, которые предполагают существенное наказание, вот как мы говорили, отлучение от причащения и так далее, конечно, этот человек не может быть подвергнут подобным причениям в той мере, в какой-то происходит с теми, кто уже находится в ограде церковной, потому что он и так никогда не был у причастия, он и так не знает, что это такое и зачем. Поэтому в большинстве случаев, конечно, духовники, они идут не по пути, а кривии такого буквального исполнения предписаний канонического характера, а идут по пути экономии, то есть нисхождение и понимание того, насколько человек искренне кается. Тем более часто это бывает такое, знаете, действительно радикальное изменение своего отношения к жизни на первой исповеди, когда человек только-только-только воцерковляется, и тут всяческая требуется поддержка и помощь. Но совершенно другая ситуация, когда подобные грехи совершаются человеком, который находится в церкви давно и не один год. Отец Павел, а вы могли бы какие-то, я не знаю, дать советы, когда готовишься, к примеру, к исповеди, да, и вполне возможно, что она превратится в то самое покаяние, о котором вы говорили, но ведь нужно же, понятно, нужно какими-то инструментами пользоваться, чтобы себя препарировать. Есть перечни грехов, самые разнообразные, они изданы, переизданы, они есть в самом простом молитвословии, в вечерних молитвах и так далее. Вот прям берешь эту шпаргалку с карандашиком и начинаешь себя проверять или все-таки какая-то более должна быть глубокая работа проделана над собой для того, чтобы можно было говорить именно о том, что вот это, ну как это, исповедь состоялась. Я хотел бы еще к вопросу Аллы добавить свой. А это должна быть работа мозга или это должна быть работа сердца? Хороший вопрос. Потому что, смотрите, вот вы говорите, цитирую преподобного Пимена Великого, что поменьше о себе, побольше о других. Но ведь тогда, если ты всерьез намерен настроить себя на хотя бы на хорошую, искренную исповедь, это же очень много тогда о себе там нужно. В себе нужно много ковырять. И как раз ты не думаешь о других, ты думаешь о себе? Вы знаете, мы подходим к очень важному моменту и очень такому, я бы сказал, тонкому. Это момент неспособности каждого из нас увидеть себя объективно. Но это же естественно. Сколько бы мы не перечитывали книжек с записанными в них чужими грехами, сколько бы мы не пытались примерить на себя эту одежку, она все равно будет нам не по нашим формам. Потому что мы все в белом. Потому что мы все, в любом случае, мы все белые, розовые, пушистые. Ну, так, конечно, немножко грязи где-то там на поверхности есть, а другой на нас смотрит, говорит, да, конечно, до белизны мы еще и как далеко. Свин порядочный. Да, свин порядочный. И вот здесь, конечно, ключевой фигурой становится фигура священника, духовника, который единственный может объективно оценить человека со стороны. Но для того, чтобы это произошло, во-первых, он должен знать, чем человек живет. И мне очень нравится та практика, которую в свое время удалось подсмотреть, так скажем, у греческих духовников, у афонских старцев, что в первую очередь они задают вопрос на исповеди не «чем ты согрешил негодяей?» Они задают совершенно другой вопрос «чем ты живешь?» То есть, что является главным наполнением, содержанием твоей жизни? По-другому переформулировав, можно сказать, что тот вопрос, который мы видим в наших правилах подготовки к исповеди, там ведь стоит этот вопрос. Духовник после прочтения определенных молитв задает духовному чаду вопрос «чадо, како веруешь?» с какого вдруг перепуга его интересует как он верует. И тут как раз-таки чадо читает символ веры. У нас это превратилось в такую формальность, хотя на самом деле здесь глубочайший смысл, что грех это не просто какая-то духовная проблема, с которой надо каким-то образом справиться. Это проблема на определенном пути, это некое препятствие, которое мешает нам куда-то двигаться. А почему оно появилось? А потому что у нас внутри произошло смещение каких-то ключевых понятий, базовых акцентов. Вместо любви к Богу у нас произошло смещение любви к себе. Мы вытеснили любовь к ближнему, предпочитая опять-таки себя. Это все вокруг вращается той самой святоатейской парадигмы, где корень всех грехов это самолюбие, это такая самообращенность постоянная на внутрь себя рассматривание всего мира через призму себя любимого. Понятно, но все-таки вот эта работа, мне хотелось бы получить от вас ответ, это работа, она работа сердца или работа ума? Понимаете, в чем дело? С нашим умом работа очень сложна. Почему? Потому что ум это операционная система, которая перемалывает, перерабатывает огромное количество разной формации и в общем-то ему не то, чтобы было все равно, но в общем-то достаточно одинаково многие вещи, как перемалывать. И у святых отцов не просто так, мы видим, что идет речь о соединении ума с сердцем. Вот главная задача христианского образования, как пишет святитель Феофан Затворник, является сведение истин веры в сердце. Как это происходит? Тот же Феофан очень хорошо пишет, предлагает правила чтения. Он говорит, что цель чтения духовно-назидательного вовсе не в том, чтобы узнать что-то новое. Нет. Цель согреть сердце. То есть ты должен читать только до тех пор, пока какая-то мысль, какая-то сцена, какая-то ситуация, с которой ты познакомился, вдруг поднимет в тебе вот это сердечное сочувствие. Оно тебя зацепит. Вот как только тебя что-то зацепило, бросай чтение. И подумай, да? Бросай чтение, оно больше не нужно, оно свою функцию выполнило, все. А, то есть вообще дальше не читай? Да, вообще дальше не читай. И теперь твоей задачей должно стать, постараться сохранить в себе вот это ощущение, это переживание как можно дольше, чтобы оно стало своего рода таким неким камертончиком, настраивающим твое внутреннее состояние. Именно поэтому святые отцы рекомендовали не просто что-то там читать, а выписывать те фразы, которые тебя вот так цепляют. Не просто так они рекомендовали заучивать наизусть там псалмы, там молитвы, в которых вот эти смыслы, они оказываются не чужими, они оказываются очень личными и такими вот хватающими, берущими за сердце. Почему? Потому что когда у человека появляется такой арсенал, ему становится гораздо легче. Он понимает, что вот меня сейчас начинает бороть страсть уныния. Так, что мне помогало, подкрепляло? Какие стихи? Какие фильмы, я даже скажу? Вы знаете, мы сейчас очень интересный такой вот эксперимент проводим у нас на Пятницком подворье Трои Сергиевой Лавры. Мы начали занятие каллиграфией, причем каллиграфией для взрослых, не чисто писанием, это отдельно у нас уроки для детей, а именно художественная каллиграфия с широким пером со срезанным концом, кончиком. Много желающих заниматься. Вы знаете, ну вообще-то по нашим масштабам прилично, да, вот последний раз у нас было больше десятка человек. У нас есть хороший профессиональный педагог, сам с таким именно образованием художественно-графическим. Вы знаете, удивительная вещь. Ну, во-первых, то, что сама по себе каллиграфия, это своего рода такое вот духовное делание. Это дисциплина, прежде всего. Вы знаете, это не только дисциплина, это совсем другой мир. Это вот действительно какое-то очень интересное переформатирование. То есть, сначала люди вообще приходят, да зачем это надо, все это, потом говорят, ну давайте посидим. А тут смотришь, уходить не хотят, да что ж такое прямо. Хотят там самые элементарные вещи. Так вот, какую мы цель поставили? Чтобы каждый написал сам для себя, своей рукой, те фразы, мысли, изречения, которыми он хотел бы заполнить свою жизнь. Написал красиво, и вот это у себя вокруг там себя как-то повесит. А если он написал некрасиво, типа он не запомнит, что ли? Нет, но это же нет предела совершенства. Пусть он все напишет, как напишет, но смысл в том, что когда он будет писать сам, своими руками, поверьте, уровень его погружения в смыслы этих слов будет совершенно другим, нежели чем, когда он будет распечатан где-то там и так далее. То есть это вот некое соработничество. Посмотрим, что из этого выйдет. Но походу мне очень нравится. Ну вот я не знаю, вы знаете, это же требует времени много, а вот что касается вот этих мыслей, и там возможно, ну мне вообще-то кажется, что Алла тоже, читая какую-то такую серьезную литературу, делает какие-то выписки. Я, например... Ты слишком хорошо обо мне думаешь. И другого образа жизни в том числе. Вот, это ключевое. Вот наша задача как раз-таки... А времени катастрофически не хватает. И это неправильно. А как... И это неправильно. Понимаете, вот в нынешней ситуации у нас происходит огромное количество различного шума. Вот мы думаем, что за счет увеличения вот этого шума всего мы сможем качество поднять. Нет. Я не помню, кому это принадлежала. Замечательная мысль. То ли Умберто Эко... Не помню, к кому. Это, я думаю, современных философов. И он сказал, так что, вот если бы мне задали вопрос, что ты хочешь сказать современному миру самое главное, самое важное, самое такое базовое, он бы сказал, замолчите. Замолчите, да. Силенсиум. Замолчите. Все. Понимаете, вот каллиграфия, она требует внутреннего молчания. И это, на самом деле, является очень важным деланием для повышения качества нашего бывания. Не для того, чтобы произвести какой-то продукт, не для того, чтобы еще что-то новое узнать, а для того, чтобы самому стать немножко другим. И если это происходит, то, поверьте, те мысли, те слова, которые пишутся, они тоже по-другому будут ложиться на сердце. Тем более, если они предварительно уже как-то подобраны, отранжированы, я бы скажу, да, или тобой же самим. Но мы все-таки хотим, чтобы это был внутренний труд человека, чтобы он понимал, что я это на самом деле хочу написать, так скажем, золотыми буквами на своем сердце. И вот частью этого написания будет как раз-таки тот труд, то время, которое я на это потрачу. Это моя жертва, в том числе и Богу. Мы напоминаем, что у нас в гостях сегодня протеерей Павел Великанов, богослов, доцент Московской Духовной Академии, главный редактор научно-богословского портала богослов.ру. В студии Владимир Емельянов, Алла Митрофанова. Мы вернемся через некоторое время. Светлый вечер на Радио Вера Радио Вера представляет Светлый вечер на Радио Вера Еще раз добрый вечер, дорогие слушатели. Владимир Емельянов, я Алла Митрофанова. И сегодня в студии Радио Вера в программе Светлый вечер протеерей Павел Великанов, богослов, доцент Московской Духовной Академии, главный редактор научно-богословского портала богослов.ру. Да, отец Павел, мы без конца перечисляем ваши регалии. Вы еще настоятель Пятницкого подворья Троица Сергия Велавра. Абсолютно точно. Мы говорим о покаянии сегодня, и отец Павел приводит какие-то совершенно такие феерические, я бы сказала, примеры, разбивающие любое стереотипное представление о том, что же такое покаяние, что такое исповедь. Но при всем при том, отец Павел, в первой части программы был у нас к вам вопрос по поводу того, как же начинать готовиться. И достаточно ли для этого перечисления тех вещей, которые, допустим, с точки зрения человека, который на исповедь приходит, несовместимо с поведением христианина, или должно быть что-то иное, и как это вообще все откопать? Каким скальпелем препарировать собственную душу для того, чтобы это увидеть? Есть прекрасный скальпель, который есть в любом храме, и даже, я скажу, практически почти в любом доме, это Евангелие. Вот я бы посоветовал человеку, который думает, а как бы подготовиться к первой исповеди, первонаперво взять Новый Завет и его просто внимательно, спокойно просчитать, чтобы, во-первых, почувствовать тот дух, которым пропитан Новый Завет. И второе, краем глаза посматривать за собой во время чтения, а что в моей жизни является противоположным тому, чему учит спаситель, о чем говорят апостолы. Я не сомневаюсь, что вот таких моментов напряжения будет найдено достаточно много. Причем, определенная часть из них, это будет несогласие, что вот я вот считаю, что вот надо так, я живу так. А вот в Священном Писании говорится противоположное. Это очень хорошо, это прекрасно. И вот эти все моменты напряжения, их надо формализовать. Для формализации на начальном этапе, в общем-то, вполне могут подойти и те пособия в помощь кающимся, которых сейчас великое множество. Они могут помочь, ну, назвать грехи. То есть их задача этих пособий помочь человеку сформулировать то, в чем он будет каяться. Слушайте, ну, иногда в этих пособиях такое встречается, что сильно расширяет, скажем так, да, познание о том, что такое грех. Да, вот это уже отдельно. Какими они бывают и, оказывается, есть к чему стремиться, вот условно говоря, понимаете, да, там еще такое бывает, а еще вот так, о, как интересно. Тогда, может быть, отец Павел, порекомендуете, какие именно книги вот с этой целью стоит почитать нашим слушателям, ну, и всем, кто заинтересован. Ну, наверное, я бы порекомендовал такую классическую книгу, которая, авторство которой принадлежит покойному уже старцу Иоанну Крестьянкину, так называется, «В помощь кающимся», где сам перечень грехов и описание этих грехов, объяснение их, оно вполне является адекватным, нормальному, правильному церковному сознанию, потому что что греха таить встречаются такие книги, в которых понятие греха, оно становится расширяемым до бесконечности. И когда такой человек приходит к тебе на исповедь с тетрадкой, общей тетрадкой, исписанной грехами, ты вдруг понимаешь, что Богом этого человека является грех, который всячески обслуживается, а вовсе не Христос, стремление к которому является самым важным центром жизни человека. Вот поэтому надо при любом покаянии надо четко понимать, что православное христианство, христианство само по себе, оно христоцентрично, оно ни в коем случае не грехоцентрично. Да, грех важен, его надо понимать, его надо осознавать, с ним надо бороться, но надо понимать, что за этим грехом есть конкретная цель. И как только грех становится в середине всего, то тем самым мы подменяем средство целью. Точнее, наоборот, цель подменяем средством. Очень важное замечание, спасибо. Отец Павел, а знаете, еще, когда вы говорили про время, которое необходимо современному человеку, да, вот вы с каллиграфией пример приводили, понимаете как, ведь получается, что обязательное условие подготовки к исповеди, это вот немножечко замереть, застыть, да, и погрузиться в себя, в там, созерцание какого-то определенного периода жизни и прочее, прочее. Но это такое упражнение, как вам сказать, ну, в общем, не для всех. Более того, ну, не знаю, насколько не для всех, неспроста на Руси, да не только на Руси, вообще в православном мире существует традиция говения, то есть подготовки к исповеди, к причащению. И нормальным является, конечно, уединиться, уйти от отвлекающих внешних обстоятельств, поехать в какой-нибудь монастырь, например, да, на пару-тройку дней, или просто вот где-то на дачу ехать, только не заниматься этими делами. Вот так вот, в монастырь просто вот такого человека пришло. Ну, как же паломников-то принимают. Ну, одно дело паломники, уже люди вовлеченные в процессы, а другое дело, человеку надо остановиться и задуматься. То есть это нужно прийти к настоятелю... Ну, все-таки в большинстве случаев сейчас я не знаю, какие можно найти монастыри, где бы не принимали паломников, в зависимости от того, какие они условия готовы принять, там, совсем бесплатно, или все-таки не готовы копеечку внести, монастырскую казну, или там поработать, может быть, как-то. То есть все очень различно бывает, и это нормально на самом деле. мы опять-таки должны понимать, что мы же преследуем конкретную цель. Нам надо, первое, уйти от внешних отвлекающих нас факторов дома, там, на учебе или в работе. А дети маленькие, например, если дома... С собой брать. С собой? И, кстати, на работе тоже не всякого могут отпустить, на неделю, скажем. Смотрите, мы с вами рисуем некую идеальную картину, к которой хотелось бы прийти. Вот человек уходит для того, чтобы немножко со стороны, в том числе, посмотреть на свою жизнь. Это первое. Второе. Он начинает активнее молиться с единственной главной просьбой «Господи, помоги мне изменить мою жизнь, помоги мне покаяться, увидеть свой грех и возненавидеть этот грех, чтобы, вернувшись домой, получить новую такую вот закваску новой жизни». После этого, я думаю, здесь принципиальным, важным является возможность общения с духовником, священником еще до исповеди, чтобы у человека все-таки была возможность проговорить какие-то свои недоумения, пообщаться, и опытный духовник, конечно, поможет человеку выстроить взаимосвязь между теми грехами, которые у него есть, и какими-то базовыми установками, ценностными установками в его жизни. И уже после этого все это поварив, осмыслив, расставив, немножко по своим местам проплакать. Это очень важный момент, что грех, когда он отторгается от сердца, он не просто становится уже чужим, он уже становится нежелательным. Человеку становится стыдно, ему становится больно. Он с этой стыдобой, с этой болью идет на исповедь, краснеет, синеет, бледнеет, рассказывает, плачет, кается. Плачет физически, буквально? Физически, конечно. Конечно. Физически. Не, ну, опять-таки, я говорю, что это не может быть абсолютно применимо ко всем, но настоящее сокрушение о том, что ты сделал, подлинное покаяние, без слез, ну, его трудно представить. Многие ли из нас вообще способны на это? Да-да, вот это хороший вопрос. Я просто опять же... А, прости, пожалуйста, я тебя перебью. А вот в вашей практике священнической вот примеры такого глубинного, мощного покаяния встречались? Конечно. И неоднократно. Вот сейчас... Понимаете? Да, конечно, естественно. Именно когда... Вот удивительная вещь. Когда настоящее покаяние, оно происходит, оно, в общем-то, всегда происходит именно так. Что испытывает священник в виде вот такое покаяния? Благодарность Богу за то, что еще одна овца, она вот возвращается в свое стадо. Вот, отец Павел, меня такой вопрос интересует. Самые великие святые считали себя самыми отъявленными грешниками. Тот же самый даже Пимен Великий. Есть даже такая идиома... Не идиома, а высказывание Блаза Паскаля, что мир делится на праведников, которые считают себя грешниками, и грешников, которые считают себя праведниками. А вот нет ли здесь опасности обмануться? Я буду считать себя великим грешником, ну и, конечно, я стану великим праведником благодаря этому. Более того, есть еще ужасное возможное следствие того, о чем вы говорите. Всем нам хорошо известна цитата Федора Михайловича «Если Бога нет, все позволено». Но вот в таком вот извращенном религиозном сознании она может превратиться в свою противоположность. Если Бог есть, тогда все позволено. Потому что если я что-то совершу неправильно, я все равно могу покаяться. А, это не совершишь, не покаешься. все правильно. Понимаете, вот такие вот перевертыши в сознании, они на самом деле случаются. Но это игры разума такие. Ну, в общем-то, да. Вот как раз-таки это именно игры разума, это не игры сердца. То есть сердце, оно уже дурное, оно злое. И вот разум начинает здесь как-то какие-то искать выходы для того, чтобы это решить. Отец Павел, что касается, вот Володя привел очень хороший пример с Пименом Великим, который всю жизнь, будучи великим святым, понятно, да, преподобный, считал себя самым великим грешником, и он такой не один. Таких святых действительно очень много. Более того, это норма. Это норма. Вот. Вот, а как тогда, а нам-то грешным тогда вообще вот смотрите, чего ловить, что он светит. Да, смотрите, какой-какой, здесь чаще всего мы делаем ошибку. Мы думаем, что они себя как бы самоуничижали, что они, с одной стороны, понимали свое величие, что они творят чудеса, они знают, что такое действие божественной благодати, но понимали, что это все опасно, и поэтому предпочитали себя так немножко опускать в своих глазах, унижать, ну, чтобы не попасть под какое-то искушение. Так вот, это глубочайшая ошибка. Это глубочайшая ошибка. Никакого там самоуничижения на самом деле не было. Светлый вечер на Радио Вера Протерей Павел Великанов, богослов, доцент Московской Духовной Академии, главный редактор научно-богословского портала богослов.ру в программе Светлый вечер на Радио Вера. Так и что же там было? Дело в том, что между верой человека и видением его греховности, его состояния, есть прямая зависимость. Если бы Бог открыл каждому из нас наше реальное состояние, вот, так скажем, некий абсолютный показатель нашего нынешнего состояния с точки зрения Бога, я думаю, сладко бы никому из нас не показалось. Я думаю, что мы пришли бы в ужас. Да, мы пришли бы в ужас. Поэтому божественная педагогика здесь заключается в следующем. Господь открывает человеку его глубины, его состояние пропорционально мере его взросления, мере вырастания его веры. Человек понимает, что он глобально грешный, да, ну вот понимает, что там, ну да, вот там, ну вот блуд был там, ну вот предательство там было, ну вот там три греха там, да. Он идет с этим в храм, кается и думает, слушайте, я же сейчас вообще вроде бы совсем розовый, пушистый, думаю, нет, ну конечно там чувствуются еще какие-то проблемки есть. Но понимаете, вот это ощущение, что Бог на самом деле тебе прощает грехи, ты на самом деле освобождаешься, повышает градус веры, доверия и устремленности человека к Богу. И тут он начинает видеть, слушайте, ну мне кажется, все это происходило из-за причин, которые глубже лежат, нежели чем эти грехи и так далее. Вот этот процесс, он происходит постоянно. И что происходит в случае, как преподобным Пимен Великий и другие святые? Люди настолько приближаются к Богу и настолько начинают ощущать свою потребность в постоянном пребывании с Богом, в постоянном прислушивании к тому, что говорит Бог, исследовании божественной воли, что понимают, как только они оттуда выпадают, нет ни одного греха, который они не могли бы совершить. то есть это прямая зависимость между видением своего, своих потенций, своей готовности, своей способности ко греху. Причем они говорят, что мы хуже всех, мы хуже всех. Не потому, что мы... Это не кокетство, да, в данном случае? Это не кокетство, потому, что мы нагрешили там, а потому, что у них настолько мощный свет божественной правды приходит в их душу, что те самые мельчайшие уголки человеческого сознания, человеческой совести оказываются освещенными, и они видят, насколько там все еще требует улучшения. Это как самые умные люди, самые образованные про себя, да, говорят, что мы знаем, что ничего не знаем вслед за своим великим предшественником. Абсолютно верно. Чем больше сфера знания, тем больше площадь соприкосновения с сферы еще пока не познанного. Абсолютно верно. И тут нет никакого кокетства, никакого лукаса. То есть, тут никакой лжи нет. Но есть свидетельство, с одной стороны, огромной потребности человека в Боге и понимание, что святость Божия и та святость человеческая, которую эти люди на самом деле достигли, они, конечно, не соизмеримы, они не сопостоимы. И это прекрасно. Почему? Потому что это не только обезопасивает их от какого-то отпадения в прелесть, в гордость. Что такое отпадение? Поймите, любое отпадение это есть стремление обрести свою собственную автономию, самодостаточность. Сказать, что а вот у меня уже действует божественная благодать. Собственно говоря, ну все, я уже святой. Все, понимаете, ловушка захлопнулась. Человек сразу обрубает тот самый канал, которым питается. А вот потребность Богу, что такое настоящее покаяние? Подлинное покаяние это не есть, простите меня, лить слезы с саможелением. Ой, какой я плохой, какой я несчастный, ой, какой я бедный. Это эгоизм. Просто вывенутся наизнанку. А настоящее? Настоящее покаяние это прежде всего вырывание от самого себя по направлению к Богу. Это такое мощное стремление к Богу, где человек забывает про себя. Вот можно какой образ представить. Вот художник, который настолько целиком в своем творчестве, что он не ест, не пьет, там ничего не интересно. Вот он, понимаете, он весь там, он туда весь устремлен. И все, что мешает ему на пути, он нещадно выбрасывает. Вот то же самое с аскетами, то же самое с монахами. Этот мощнейший посыл любви к Богу в их душе, он сметает все остальное. И как только что-то появляется, даже какая-то шероховатость, он сразу с гневом это все отвергает, отбрасывает. Вот есть вопрос в связи с этим. Церковь призывает нас ежедневно перед сном каяться, читая покаянную молитву. Ну, или, например, у кого там не хватает, как сказать, не знаю, как сформулировать даже. Короче, своими словами каяться. Может, он стоит перед иконой, но каяться своими словами. Господи, прости, вот я сегодня, ну, ужасный был поступок, там, не знаю, обматерил кого-то или там, ну... Словом, поросенок. Да, свин. Вот сегодня я был свином. Вот, ну, прости меня, пожалуйста. А вот какие формы покаяния можно считать своего рода малой исповедью? Вот отпускаются ли грехи вот при таком, при такой, ну, скажем так, келейной исповеди? Или обязательно нужно потом идти к священнику и в том же самом каяться? Или достаточно вот этой именно келейной исповеди, когда, ну, не то, что тебя не слышит священник, или там не то, что тебе стыдно к нему идти, ну, и потом каждый день, ну, тоже вряд ли кто-то там может найти время. Но вот ты каешься, ты конкретно напрямую разговариваешь с Богом и говоришь ему о том, что вот, слушай, ну, какими угодно словами. Вот сегодня вот так вот я себя вел. Ужасно. Вы знаете, я предложил бы следующий способ разделить те грехи, которые обязательно должны быть сказаны священнику на исповеди, от тех грехов, которых мы можем и должны каяться, и, не сомневаясь, мы будем получать прощение на исповеди, прощение от Бога, даже еще до того момента, как пойдем с ними на исповеди. Хорошо, какие? Давайте разделим. Вот я предлагаю такой критерий. Все то, за что вам очень стыдно, обязательно должно быть принесено на исповедь. Потому что это то, что на самом деле серьезно ранило вашу душу. Все наши повседневные грехи, которые являются скорее не преступлениями против Бога, обратите внимание, а состоянием, свидетельством нашего несовершенства, они могут и должны ежедневно быть проговариваемы как то, с чем мы боремся, к чему мы стремимся достичь, чтобы этого не было. И это совершенно другая тема. Вот эти вот две вещи, грех как преступление против Бога, то есть все такое преступление, это конкретный поступок моей свободной воли, противоположный тому, что от меня ждет Бог. Отец Павел, вы знаете... Да, я просто вот завершая вот свой вопрос и ответ отца Павла, хочу сказать вам большое спасибо, и я думаю, что от имени многих слушателей, потому что какие-то конкретные моменты вот вами сейчас были идеально прояснены. Можно еще один очень конкретный вопрос? Вы знаете, отец Павел, ведь очень многих людей от вот этого шага к исповеди останавливает именно психологический момент. А что про меня подумает вот этот человек в рясе? Вот я сейчас приду, и я что, вот ему все нужно рассказать, да он тогда, то есть я буду выглядеть так, что это никогда в жизни потом, то есть на меня будут показывать пальцем, что там он про меня подумает, неизвестно. И как я сам потом буду смотреть ему в глаза. Знаете, и это чудесно, это великолепно. Почему? Потому что стыд на исповеди является великолепным инструментом недопущения греха в той жизни. В дальнейшем. В дальнейшем. Но при этом надо помнить, что все-таки есть тайна исповеди. Исвещение, которое будет там использовать то, что было сказано ему на исповеди как инструмент о манипулировании, например, конечно, это ощущение недостойное такого ощущения, как надо бежать куда подальше. Это как врачебная тайна, да? Но я смогу и не узнать об этом, что он кому-то рассказывает о том, что я ему рассказываю. Ну, мне кажется, что это его уже проблема. Это настолько редко, если и случается, то все-таки это исключительное случае. Вот. Отвечая на ваш вопрос, Алла, я что хотел сказать? Конечно, прежде чем идти на исповедь к священнику, надо хорошо бы с ним просто познакомиться. Не стоит вот так вот, знаете, бесшабашно бросаться и открывать душу человеку, с которым вас не выстроились какие-то все-таки доверительные отношения. Это все-таки рискованно. Ну, просто не то, что священник может оказаться каким-то недостойным, плохим, просто отсутствие вот уже налаженной коммуникации, вот этих доверительных отношений со священником, оно будет затруднять саму возможность открыть свою душу максимально для того, чтобы получить вот этот врачующий совет, саму какую-то поддержку священника. То есть, все-таки должны выстроиться быть отношения. Почему? Опять-таки, снова повторюсь, что духовник, он должен не просто так вот внешне знать человека. Вот он пришел, я увидел, он такой, ну, хорошо. Он должен быть знаком все-таки с его семьей. Он должен понимать, чем человек занимается, какой образ работы, что его окружает. Это же все крайне важно. Потому что, опять-таки, когда мы слушаем человека из его уст, у нас создается то впечатление, которое хочет сам человек создать. Ну, конечно. А чем он в действительности живет, как он ведет себя в другом контексте, что у него происходит дома, а ведь именно эти обстоятельства не определяют содержание его жизни. Поэтому нормально, единственное, правильно, когда духовник окормляет не просто одного человека, но, например, супруга вместе с детьми. То есть, он вхож в их семью, он понимает, что у них происходит, когда они не в храме, когда они не пытаются из себя вот надеть на себя ту или иную маску, как муж общается со своей женой, что жена говорит о своем муже. И вот, когда такие доверительные отношения с духовником выстраиваются во всей семье, вы знаете, вот как правило, в семье огромное количество вопросов, проблем, в том числе и психологического характера, они просто отпадают, как шелуха. Возможно ли это в рамках большого города? Конечно, возможно. Это зависит от отношений со священником. Просто личные отношения должны быть выстроены с духовником. Я просто слушаю вас и думаю, а как же в таком случае говорят, что если действительно хочешь исповедоваться, то, в общем, ты же исповедуешься Богу, и неважно, какой священник будет рядом стоять. Как тогда с этим быть? Понимаете, ну а зачем тогда вообще нужны священники? Все-таки священники, они прежде всего являются, конечно, свидетелью вашего покаяния. И в этом плане, говорю, когда идет покаяние, то здесь первичным является, так скажем, действующим лицом является сам кающийся, не священник, когда идет речь именно о покаянии. Ну вот, извините меня, когда идет речь о том, как помочь человеку выйти из этого состояния, какие ему советы дать, как ему правильно руководить, сопровождать его в его дальнейшей духовной жизни, но здесь, в общем-то, извините меня, без священника не обойтись. Ну, то же самое. Вот, например, вот недавно мы были там в альпинистском лагере в походе. Ну, понимаете, конечно, можно вот взять и самому отправиться в поход. Да никто тебе не запретит. Но когда, простите, твой труп будут на вертолете возвращать домой, никто тоже никакой ответственности на себя брать не будет. И совершенно другая ситуация, когда ты идешь вместе с инструктором, который тебе десять раз расскажет, двадцать раз покажет, даст пинка, обругает тебя, если ты что-то не так сделаешь. Но зато, извините меня, ты точно поднимешься на гору, ты точно возьмешь эту вершину, и у тебя будут совершенно другие навыки, совсем другой опыт. Вот священник, это и есть тот самый инструктор-сопровождающий. Проводник, да. Он проводник. Педагог. Он вовсе не и не должен, он не должен взваливать на себя тебя и тащить. Ты сам должен идти. Не идешь, но он будет стоять рядышком, как-то будет пытаться себя там подталкивать, пинка тебе давать, вдохновлять тебя, или даже угрожать, может, тебе чем-то там, может быть, тем, что все время, время-то уже, ого-го-го, время-то осталось, жизни совсем немного. Ну, по-разному. Разные люди, они требуют разных средств ночевания, да. Но это вовсе не значит, что вот, как бы, человек приходит в священие, говорит, батюшка, все, я теперь ваше духовное чадо, все, теперь спасайте меня, как хотите, я вас буду слушаться. Нет, дружочек, идти ты будешь своими ногами, своими ногами. А я тебе помогу, да? Я тебе буду помогать, я буду сопровождать, я буду рядышком с тобой, но это твое дело, ты делаешь свое дело спасения, а я лишь сбоку свидетель подсказываю, молитвенник за тебя, чтобы все это, все было хорошо. Ну, то есть силком, как бы, священник не затянет к себе. Нет, конечно. Смысла нет. Да, и не будет этого делать. Конечно, это огромный соблазн. Вот у нас, в нашей русской среде, есть, конечно, огромный спрос на авторитарное духовничество. То есть, когда хотят найти такого вот старца, вот которому оказывается абсолютное послушание, и которому будут сходить за всеми вопросами, вот решать все, что он мне скажет. Вы знаете, какой результат такого вот авторитарного духовничества? Это крайне духовный инфантилизм. Вот как раз хотел сказать, да. То есть человек разучается брать на себя ответственность за принятые решения. И потом, когда он неизбежно совершает ошибки, это зачастую приводит к очень серьезным духовным трагедиям. Когда человек вдруг понимает, что вместо того, чтобы прожить свою жизнь, он проживал жизнь в представлениях своего духовника. Но он некогда сознательно отдал свою свободу ему. Он некогда сам отказался думать своей головой, что ты делаешь, почему ты делаешь, как ты делаешь. И вот теперь он или она чаще всего расхлебывает результаты этого, и очень горькие бывают результаты вот подобного бездумного доверия себя человеку, который, ну вот, ему просто нравится управлять другими людьми, нравится брать ответственность, как он считает, за души других людей, вне зависимости от того, способен к этому или нет. И вот что хочется сразу сказать. Все-таки тот идеал абсолютного послушания, беспрекословного подчинения, который мы встречаем в многих сочинениях аскетической литературы, он был адресован в первую очередь монашествующим, которые жили одной семьей. Вот представьте ситуацию, когда в коммун скиту, есть духовник, есть старец, и там три, пять, десять человек, братьев, они живут вместе, они кушают вместе, они вместе несут послушание, работают, трудятся, молятся, все вместе, все, вот как говорится, на поверхности, на глазах друг у друга. И тут, конечно, между ними выстраиваются такие глубинные отношения, что не послушание, не доверие своему старцу, он моментально разрушает вот этот очень такой, знаете, изящный сосуд, который лепится всеми методами этой духовнической практикой. Извините меня, совершенно другая ситуация, когда человек живет в миру, у него там своя семья, может быть, семья даже неверующая, он один там церковный человек, с духовником он встречается один раз в месяц, о чем-то поговорит, духовник видит его через призму его самого, духовник не знает ни его семьи, ни обстоятельств, ничего, и тут начинает направо, налево, махать шашкой, это не делай, то делай и так далее. Я, конечно, уверен, что существуют такие священники, такие пастыри, богом просвещенные, которые в определенных ситуациях действительно имеют такую харизму пророческую, они вот нутром чувствуют, что вот это действительно не стоит делать, но поверьте, во-первых, это случаи единичные, и во-вторых, это не может быть универсальным правилом всей церкви. Бог не насилует свободу человека, сейчас я стою у дверях и стучу, не вламываюсь, не сношу две спетель, не пробиваю ее ногой, хотя, простите меня, Господь Бог, тут можно что угодно сделать, стою и стучу, откроют, войду, не откроют, буду стоять и стучать. Вот это вот удивительная, божественная, я бы сказал, деликатность, бесконечное уважение к свободе другого человека. И я думаю, все вот великие старцы, ну, с которыми мне, например, приходилось как-то встречаться, общаться, прислушиваться, они никогда не говорили, что вот я так сказал, все, если не сделаешь, пошел вон, ничего подобного. Это всегда было очень деликатно, но ты понимал, что за этим есть правда, за этим есть право, твое право сделать по-другому. Но если ты это сделаешь по-другому, ну, это уже, в общем-то, сам будешь виноватым, потому что тебе было сказано, как правильно сделать, и ты понимаешь, что все-таки в этом было некое было такое божественное свидетельство. Так что здесь есть свои тонкости, есть какие-то особенности, которые, конечно, не надо забывать. Отец Павел, мы благодарим вас, что вы нашли время прийти к нам в студию, побеседовать. Спасибо вам большое. Мы напоминаем, что у нас сегодня в гостях был протеерей Павел Великанов, Богослов, доцент Московской Духовной Академии, главный редактор научно-богословского портала bogoслов.ru и настоятель Пятницкого подворья Троица Сергия Лавры. С вами были Владимир Емельянов и Алла Митрофанова. Мы с вами прощаемся. До новых встреч. Спасибо, отец Павел. До свидания. Всего доброго. Спасибо за беседу. Светлый вечер на Радио Вера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова